Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Вурм, и это игра под названием Assassin's Creed 3, которую мы продолжаем проходить. Остановились на том, что прибыли в Бостон. Долгое было плавание у нас на корабле. В течение двух с половиной месяцев мы плыли, убегали от пиратов, пережили шторм. И вот мы в Бостоне, и нам нужно здесь выполнить наше задание нашего ордена. Давайте же продолжим. Заставочка. Мы пришли в трактир из Зеленой Дракон. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть? Или выпить? А может, вам нужны комнаты? У тебя очень странный голос, бабуль. Ах, да! Помню! Господа Ликенуэй! Ликенуэй! Ваши вещи сейчас отнесут. Такая бабулька, блядь. Такая... Давай, прийдем. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Такая бабулька, блядь. Окей. Наши вещи отнесли в трактир. Пойдемте припаркуем наши чемоданы. Уляжемся, отдохнем и обсудим, что нам надо делать. А бабулька это пусть метет. У него очень странный голос дубляжа, но дохрен с ним. Так. Уильям Джонсон. Кто это? Сэр! Уильям Джонсон! Очень рад. Славный малый, но простодушный. Я хз. Я с ним только познакомился. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам беспредел. А, ну так, до свидания, пока. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Такой усадь с нами ходит, вообще. Окей, можно с кем-то внизу поговорить. Давайте поговорим и выйдем из трактира. А поговорить мы можем с кем? А, то есть с ним же, типа. С Чарльзом? Или... Или нет? Или... Или... С кем-то... С тобой можно поговорить? Да чё такое? Расскажите о себе, Вильям. Ну, не знаю. Я ирландец. Родители мои были католиками. Что весьма ограничивало мои возможности. Так что я стал протестантом. Стань удобно. И приехал сюда по просьбе дяди. Но, боюсь, дядя Питер не отличался умом. Он хотел наладить торговлю с магавками. Но основал поселок в зале от торговых троп. А не на них. Я пытался уломать его, но... В общем, умен он не был. Итак, я взял то, что удалось скопить. И купил себе клочок земли. Построил дом, ферму, лавку и мельницу. Всё очень скромно. Но в хорошем месте. И оно окупилось. Красава. Так как вы подружились с магавками. Да, так. Эта дружба окупилась с торицей. Но ваши друзья не знают о постройках предтеч. О тайных храмах, древних руинах. И да, и нет. Здесь много священных мест. Вроде скал, прогалин, гротов. И не похоже на то, что вам нужно. Ни чужого металла, ни странного блеска. Оно хорошо скрыто. Даже от них, видимо. Не отчаивайтесь. Ваш клад предтеч отыщется. Даю слово. За наш успех. Эй! Скорый. И, кстати, у него реально вот на... Вот знак ассасина. Видишь? Смотри. На рукавнике на этом его. Видал? Просто перевязанный знак ассасинов именно. Именно чистый знак ассасинов. То есть у него скрытый клинок на правой руке. Именно ассасинский. Но, как я уже сказал, наш герой это тамплиер. Это точно. Могло было быть не точно, но это точно. Блин, я могу с ним еще раз поговорить, но я уже спустился, поэтому нахер мне лень. Лень, 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 лень возвращаться туда. Да и на сюжет это не влияет никак. Окей. Поговорили, обосновались, пора бы и в путь дорогу отправляться. Нужно найти его труды, которые нам могут помочь разыскать руины предтеч. Или предтечей. Как там склоняется правильно. Так, вон мужик, с которым нужно побазарить. Поручение Джонсона. Хики, ха-ха, хики. Должен, сука. Ты че такой дерзкий? Че такой дерзкий? Ты смотри, щас покажем. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыль. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они обоих. Блин, липсинг вообще не совпадает. Вообще не совпадает липсинг. Дубляж, конечно, такой. Так, застрелить наемников. Убито 0 из 10. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Стрелковым оружием требуется пуля и порох. Количество ограничено. И перезаряжать довольно долго его. Так, залезьте на скалу и войдите в убежище. Прикольно поднимается такой тип. Заползает. Так, нужно именно застрелить. Нажмите Е, чтобы подобрать оружие. Убирайтесь отсюда. Так, че теперь? Перезаряжай. Прям смотри, ты видал? Я на F нажимаю, там прям прицел. Охереть. Так, а че, мне их прям убивать или че? Или нет? Да че, я аж это... Иди в жопу. Не-не-не, не стрелять в меня. Думаешь, мы тебя не поймаем? На. Да угомонись ты. Застрелил. Отлично. Эть. Спокойно, я квест делаю. Отстань. Быстрее. Я квест делаю. На. Да я перезаряжу пушку-то. Пробел. Пробел. Ку. Красавчик. Так. У меня аж заряженный, типа, ружье или че? А пока... А че, все, что ли? А, еще не все. Окей. Тебе так кажется, что безопасно. Да, без проблем. Так. Так, возьми, пожалуйста, штуку эту, да. F, чтобы прицелиться. И по бочонкам. Бабах! Ну что за дело? Так, а это че, бесперезарядное ружье или че? Я не пойму. Выходит не очень-то тут безопасно. Да нормально. Заберите украденный сундук. Мне нужно еще убить нескольких, застрелить. Опа. И ружье упал. Простите оружие, и я отпущу вас живыми. Ты чем мне угрожаешь? Я предлагаю тоже. Во-во. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон законный владелец? Ха. Повторять не стану. Я тоже. Перестрелочка. Только стреляю, я быстрее. У меня просто кнопка Q. И все. Понял? Перезаряди, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Ай, ты, сука, ударил меня, да? Как же он долго перезаряжает-то, капец. Промазал, серьезно. Ой, он серьезно промазал, охереть. То есть я провалил, серьезно? Я провалил второстепенную задачу или нет? Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платил? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж. Это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Ха! Они спросят от кого? Нет. Они знают. Хм. Они до конца, до последнего не раскрывают, что Хейтем этот гребаный тамплер. У этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Да он не пустует. Он зеленый дракон. Выпить охота. Он просто что-то ебнутый какой-то. Не позволять потерять больше половины здоровья еще этим. Охереть. Так, возьми ружье. Окей. Какие-то дымовые бомбы, смотри, подбираются. Где? Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой шагой. Да ты задолбал, так богу передержать. Остановите их! Семь минуту, Сэм. Так. Все, сделали. Десятерых убили, теперь можно спокойно бегать, убивать. Да ты задолбал. Что, меня всех обыскивать, что ли? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? И что? А я обыскал, мне нормально. Бабло лишним не бывает ли? Так, здоровье у них полное. Замечательность. Так, а круг на миникарте, так понимаю, если я за его пределы выйду, тогда будет миссия провалена. Нужно держаться внутри круга. Иначе синхронизация будет разорвана и так далее. Хорошо. Так, пацан, тебе бы лучше уйти отсюда, здесь сейчас будет жарко. Блин, вот как в наше время можно делать летсплеи по 20 минут? Этого очень не хватает совсем. Так, быстро убийство до сих пор работает. Так, хики что-то, я вижу, бабой делают, да? Да он сам там, кому хочешь, бабой сделает. Нормально. Обычные пистолеты неэффективны на больших расстояниях, в отличие от мушкетов. А, то есть ты хочешь, чтобы я сделал вот так. И вот так. Перезаряжаем. Мушкеты долго перезаряжаются, но... Блин, классно, он съехал, смотри, с крыши. Прикольно вообще. Мужик, ты косой? Я нет. До свидания. Ну, наверное, стоит, хер его знает. Там два чувака с ружьями стали, дебил. Ты че крутишься? Ли, ты че? Успокойся. Смотри, у него прям на кобуре все висит. Прям, смотри, меч прям в ножнах, короче. Этот пистолет прям на кобуре висит. Классно. Раньше там чуть ли не на воздухе висели, на соплях. А тут все прям четко сделано. Ни с нашим интересным, им не жарко в такой одежде до сих пор? Так, кто там опять? Я же нажал. Прямо в рот. Охуеть. Нормально так. Давай-ка лучше подберем, не будем перезаряжать долго это. Возьми. Хуелися, блядь. До свидания. Сменить оружие. Бум, хэтшот! Кажется, это все. Удобно. Удобно сделано все. Прям мне нравится вообще. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалования. А что, проблемы какие-то? А, ты в крови весь. У тебя просто царапина. Что там? У тебя царапнули просто и все. А ты жалуешься. Ну так прикольно. У меня пока вот в сравнении с первой и вторыми частями, как я и говорил еще в первой серии, прям заходит вообще на славу. Мне нужно то, что мне нужно. Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобное у индейцев? Похоже на изделие Агань-Ягаха. Тоже индейцы. Клан. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. То есть ты изучал индейцев типа? Томас. Что? Спросите комнату. Ивану примите. Свинья! Я думаю, мы здесь задерживаем. Фу, воняешь, воняешь, воняешь. Ты воняешь. Фу. Часть 2 поручения Джонсона. Выполнена на соточку. Ну, на сто-семидесяточку. Следующий квест. Мини-карту мне, покажите, пожалуйста. Так, появились мини-игры. И с этими чуваками мы еще можем попозарить, получается. Уже совсем скоро. Есть новости? Так, слухи. Ничего конкретного. Я знаю, вы же ищете что-нибудь необычное. Храмы всякие. Духи. Да прочая древняя пакость. Но... Пока мои парни ничего не накопали. Херово. Никаких безделушек на вашем... Черном рынке. Ничего. Странная камера. Кое-какое скверное оружие. Да награбленные побрякушки. Вы ж просили, чтоб светилось там. Жужжало или еще что. Так вот, ничего такого нет. Не сдавайтесь. Ага. Вы мне оказали услугу, мистер. А я всегда плачу свои долги. Желательно втрое. Да ты щедры малый, я смотрю, да? Спасибо, Томас. Кровь да кусок хлеба. Уже спасибо. Не волнуйтесь. Я все устрою. Отлично, окей. Погнали. Дальше. Следующие списки. Начать задание. Добрый вечер. Ба. Ба. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтриль, толстуха, вернись сюда. Мне надо выбить. Какой же он быдло, блядь. Как ваши поиски? Одних карты расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Фу, блядь, она же старая, чувак. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Фу. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но черт знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, к кому обращаться. Браво. Так и довольный стоит, усач. Хе-хе. Сука. Блядь, там песни можно поговорить. Да вы задолбали. Слишком много диалогов здесь. Слишком много диалогов. Пока действия очень мало. А диалогов до хера. С кем? Как что узнаю, так сразу и скажу. Вам здесь нравится, Чарльз? В Бостоне есть своя прелесть, пожалуй. Вообще в колонии. Конечно, города здесь не сравнятся с Лондоном в роскоши. Зато люди честнее и трудолюбивее. Мне нравится здешний дух пионеров. Да, это невероятно смотреть. Пионеров? Как страна встает на ноги. Встает ли? С севера все лезут французы. На юге испанцы со своими претензиями. Что это? Новый свет? Или новое поле боя? Эта история стара как мир. И вряд ли что-то изменится. Мы люди жестоки и отчаянны в борьбе за земли. Саксы и франки. Османы и сафевиды. Можно вспоминать долго. Вся история и мир одно порабощение за другим. Мы жаждем больше, больше и больше. Я молю Бога, чтобы было иначе. А я действую. Посмотрим, кто преуспеет. Я просто... Сказал. Ха. Классно, мы пафосно ушли. Мне правда нравится. Так, блин, слишком медленно он прибегается в этом трактире. Прям раздражает. Так, время сколько? 20 минут прошло. Давайте посмотрим, думаю, на очередную квантиазартную игру. Которую мы еще не играли. А именно вот на эту. Во время задания взаимодействовать нельзя. Замечательно. Классно. Не посмотрим на игру. У нас задание. После задания-то сыграем, может быть. Так, очередной дом. Такой мусор, смотри, свалка. Мне нравится детализация третьей части. И неровные, смотри, всякие эти... Дороги, короче. Валяет всякий мусор. Фу. Но круто же. Круто. Часть вторая. Врач. Чёрч, который. Ты чё такой дерзкий, слышь? Нельзя так вламываться в чужие дома. Чарльз. Сэр. Блин, мне нравится, какое у него поведение. Он, блин, строгий, но такой, блядь, веселый. Только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Орлиное зрение поможет, да? Искать его. Идём. Я покажу, как. Ну, типа, расспрашивать людей о том, типа, видели ли вы эту рожу. Послушайте разговор. А, не, по-другому. Обучение, слежки и поиску. Окей. Оранжевых убивать нельзя. Мы должны находиться в этом районе, чтобы послушать что-то. Если нас спалят, то нас начнут искать. Значит, нельзя, чтобы нас спалили. Надо спрятаться. Встаньте между номерными жителями, чтобы спешаться со столпой. Я понял. Это как лавочка, получается, да? Машир хочет стать врачом. Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор. Родители Бенджамена были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. На северо-восток. Первый раз просите этих людей, а я поднимусь повыше. Обзорная точка. Обзорная точка, наконец-то мне ее дали. Наконец-то смогу делать побочки вне серии. Блин, домики еще классные такие, прикольно. Ну, хотел бы по Бостону прогуляться в наше время. Просто интересно, как он выглядит сейчас. Может, залезешь? Ты че? Хэйтом не хочет залезать. Ты дурак Хэйтом, ты че влезешь? То есть там залезать не хотел, но зато перепрыгнул в другой дом. Красавчик. Зря я все залез, да? Ладно. Побеснуть на я. То есть теперь вместо шифта у нас здесь везде ей используется. Замечательно. Схватиться почему-то в падении он не смог. Не знаю почему. Может быть, есть здесь такая возможность или нет, я тоже не знаю. Возможно, есть. Я точно знаю, что теперь мы можем прыгать через заборы. Опа! Красава же, красава! Так, новая старая южная церковь. Окей. Обзорная точка. Наконец-то. Давно этого не было, давно этого не было. Со времен Ревелэйшнса. Сейчас будем синхронизировать местность. Блин, как он шустро лазает, это вообще жесть. Он гораздо ловчее, чем Эдсу. Без обид Эдсу, но серьезно. Смотри, как он шустро залезает. Ты еще сюда и встанешь? Нихера у тебя равновесие. Подъем на высокие места позволяет синхронизировать точки. Ну, как обычно. Он прям встал даже. Нихера себе! Вот это круто. Никогда не повторяйте этого дома. Время подслушивать. В каждой части Assassin's Creed буду вам это говорить. Он знает, что стало с Бенджамином. И никогда не делайте такого. Это опасно смертельно. Слушайте все! Многие дома разрушены землетрясением. Хэп, Эд, Камарик. Так. Нужно подслушать. Кого сможем. Так. Мы в толпе. Нас не смечают. Один вдруг упал, весь избитый. Я хотел посмотреть, не нужна ли ему помощь, но... Глянул на остальных и тут же раздумал. Его утащили. Все-таки они не бухали. Эти люди явные из тех, с кем не стоит связываться. Уменьшаем зону поиска. Подслушиваю разговор. Блин, классно. Это классная система сделка. Что за нахуй? Только-только начал сейчас хвалить игру. Сразу же, сразу же бак. Сразу же, блядь, с налетом. Как с ноги меня ебанул. Так, солдаты говорят. Я спросил торговцев. Никто ничего не видел. Проклятье. Нанил гон. Ага. Вы странно сидите на лапке, ребят? Гражать бестолку. Не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного? Да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать. Как их власти... Бежу еще одну точку обзора где-то там. На миникарте. Тогда проще махнуть рукой. Жертвы мертва. А те, кто знают, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Я сейчас не понял, как сократился у нас этот... Почему меня палят? Так, а что там? Что там по квесту? Я не понял. Послушайте разговор по троллинах. Послушайте все разговоры, не дав себя заметить. Каких патрульных? Не замечайте меня, не замечайте меня. Почему меня палят, я не понимаю. Так, разговор патрульных пошел. Синхронизация, значит, потом пойдем делать. И он говорит, черт-чур, так или иначе, долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был резчик. Верно искали тихое местечко, чтобы обделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Почему дверь можно использовать? Что за дверь? Сейчас только еще одну синхронизацию пройду. Часть воспитания от ассасина. У нас там драка, типа, но, как бы, похуй. Вообще. Нас, главное, не спалили во время прослушивания, а на стальной покер. Блин, ну он пафосно, типа, обозревает. Такой, типа, встал. И смотрят. Там Чарльз застреляют. Плохо ему, наверное. Или по мне стреляют? А, по мне стреляют. Чарльз где-то там стоит внизу. Ладно. Все, нас потеряли? Вижу страницу. Но страницу я соберу потом тогда. Почему нас выслеживают, я не понимаю. Типа, подозрительно выглядим или что? У меня есть все, друзья. Зачем далеко хранить? За любую информацию, которая поможет на рейд. Окей. Сейчас удачно прошли. Бегает он шустро, конечно. А, ну тут, получается, на правую кнопку только максимальное ускорение. А, испортили. Раньше, короче, как можно было? Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Каких часовых? Мы еще не дошли до них. Короче, раньше как было? Раньше мы могли ходить. Могли ходить быстро на пробел. Могли ходить и расталкивать, удерживая shift. Ходить быстро и расталкивать, удерживая shift. И был спокойный бег на правую кнопку мыши. И правую кнопку мыши плюс пробел, быстрый бег. Теперь они что сделали? Они убрали shift вообще из-за расталкивания. Расталкивание по умолчанию, если мы удерживаем пробел. То есть, как быстрый шаг. И на правую кнопку мыши только быстрый бег. Дополнительного бега нет никакого. Так, надо что сделать? Оставайтесь незамеченным. Подслушайте разговор патрульных. Это мы сделали. Оставайтесь незамеченным. Окей. Пока не провалены еще вроде. Так, аккуратно. Блин, очень классно здесь сделали паркур. Мне прям нравится. Очень разнообраз... Как сказать-то? Не упрощает, а... Икшоновость игры повышает. Во. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Усач. Находясь рядом с талютом, держите Е, чтобы обчистить карманы. Мне нельзя, чтобы меня заметили. Дерьмо. А здесь стражники. Нужно кого-нибудь другого выбрать. Возьму того наверху, он там один, скорее всего. Нельзя, чтобы нас заметили, просто в общем проблема. Да я не туда прыгнул, я хотел, чтобы на лестницу запрыгнул. Так, он сейчас пойдет направо, скорее всего. Пойдем вот так попробуем. Если что, сразу... Садимся, отлично. Погоди-ка. Ну, вернись, балван глухой. Я не глухой. Не пали меня. Блять. Плохо все. Плохо. Сейчас спалят и пиздец. Ах ты ж, сука. Ну вы че? Ну ебаный в рот. Ну вы че, блять, не испортили все? Потом перепроходить придется. Потому что я хочу опять пройти на сотку. Ну началось. Ну еб твою мать. Так это... Ох ты, он его пстенку убил. Ни хера себе. Обыщи его, что ли? Отаскать-то можешь? Обобрать. Да. Ну сорян, ребят. Я потом перепройду. Будет сто... Сто процентов. Да иди в жопу. Ты дурак? Я здесь. Я здесь, блять. Эй. Блять. Ну вот такая... Такое палево. По стелсу не получилось. Мощно. Ну, похуй, ладно. Типа, типа по стелсу просто обыскали. Там карманы стиснули. А потом перепройду. Будет сто процентов у нас. Хотя в прошлой серии показывал, что уже пройдено на сто процентов. Была игра давно. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Вы платите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам без сомнения нужна. Ёпцы. Как грубо. Крови-то плеваться, конечно, грубо. Пиздец. Что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощать его карьер. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попосленно. Ой, фу. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Дикий пес. Столько вариантов. Так что же мне выбрать? Все разум. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Эмоции, эмоции. Бенджамин. Но шанс уже упущен. Ты... Сайлос, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, Резчик. Хорошая Стража. Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Это зря. Ай, он ему нос порезал. Ноздрю прям срезал. На хер. Так. Красавчик, пли. Скажу, что иди на хуй. Вот что я скажу. Только кувырок, что сам сделать его, блядь. Как это. Постановщик. Актерской сцены. Кто вы? Хейтем Кэноэй. Вашим услугам. От вашего сервиса. Ипать ему ноздрю прорезали. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чардж. И я все объясню. Жопу твою спасаем. Ты же спрашиваешь. Будь у этого усача такие глаза дикие, пиздец. Вообще прям, просто жесть. Окей. Потом, если что, перепройдем, как я говорил, и... И соберу всякие... Вот такие штуки. Да, есть страничка. Отлично. Так, окей. Что там у нас по времени? 35 минут, да? Что, нос зашили тебе? Ну вот. И еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тетчер. Тетчер. Этот хлыщ работоргует? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красный мудир. Это все из-за рабов? Энни. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Блин, такой усач стрёмный, на самом деле. Он такой, типа, блядь, тщедушный, такой малый. Но, блядь, он такой стрёмный. Он явно псих, блядь. Он, наверное, мышем хвосты отрезает, когда делать нечего. Слышу, еще страничка блестит. Слышу, блядь. Вон она. А страничка ли это? Это, блядь, сундук, который надо вскрыть. Ничего себе. Ну-ка. Ну, ну, ну. Оп. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Да в смысле? Я случайно вправо довел, походу. А это, типа, таймер, да? Точень, который нужно взломать. Окей. 1250 франков. Ничего себе. Ничего себе. Так, вот там еще вышка. У собак-стражников обостренное чутье. Тут есть собаки у стражников. Ничего себе. Ну, короче, я думаю, к следующей серии мы соберем все страницы Альмонаха. Ебать. Ебать, тут локация. Все вышки мы проверим. Все страницы Альмонаха соберу. И нужно будет проверить, что за курьерская доставка. Чтобы вам показать ее потом. И чтобы, точнее, вам нужно ее показать, чтобы потом не показывать. Я мог это делать все сам. Вне серии. Окей. Так, Питкерн, да? Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Ха-ха, ты такой шутник. Прямо было бы усраться, ёпта. Полежка в костер. Вы забыли, сэр. Я подчиняюсь генералу Брэдбеку. Когда не служу вам, конечно. А, ты высокая шишка? Неплохо. Неплохо. Давай быстрее, шуры. Вы вошли в топ 10% в мировом рейтинге по числу убитых вообще. Херово. Херовый топ. Причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Сэр, если позволите объяснить. Хо-хо. Да ради бога. Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхирста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что такие вещи не доверяют бумаге. Хейтен. Я. Генерал Брэдек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель. И вернется в пол, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Те-то ебет о чине. Бало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза. Но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард. Послушайте. Мы закончили. Проводите их. Это ты зря. Это ты зря, Эдвард. Вот это ты зря. Ты разозлил, блядь, этого садиста. Ты глаза его видел вообще, блядь? Он тебе, блядь, яйца отрежет и глаза не моргнет. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. В смысле? Что вы задумали? Я не знаю. Питкернан. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Еще. А какой знак? А, просто следим пока что, да? Окей. Почему наш Питкерн без формы? Блин, я хотел синхронизацию сейчас сделать, но не успеваю. Ладно, потом, потом, вне серии. Да, у иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Да прыгнешь? Ох, нихуя ты прыгаешь. А почему ты не можешь залезть наверх, блядь? Тут же ебаная... Блядь. Воу! Сейчас внезапно было. Хо-хо. Блин, я до сих пор по привычке зажимаю пробел, когда бегаю на ускорение. А я уже, его уже не нужно нажимать. Блин, такой арка, акробат, жесть. Ага. Он будет возглавлять контрнаступление, получается? Так, давай крикнули мы сейчас Сэму. Че он делает? Эй! Вы все воры и негодяй! Ха-ха. Че? Будь проклята, ваша война! Ха-ха-ха. Говно в него, правильно, блядь. Ебать отъебнутый. За ним! Сквозь пацана побежали, нормально. Столопы, блядь. Так, что надо сделать? Следуйте за Лин, идите... Нападите из засады. Баги в этой игре, конечно, бывают. Как обычно. Как всегда. Оставь его, Эдвард. Фу, ты ведь в говне, фу! Опять ты... Опять я, а ты в говне. Отпусти нас. И Джональд Питкер на тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. Я... Задалых... Всех. Это ты зря, это ты зря, чувак. Сам захотел. Подмогу? В смысле, стой! Стой! Какую подмогу? Да уйди! Блядь, ну смысла не дать? Блядь, еще одну миссию перепроходить теперь, ну ебаный в рот. Не, бои классные, но... Черт, квесты до сих пор остаются такими же уебанскими, если честно. Побочные я имею в виду, дополнительные. А вот убийство, конечно, вообще жесть. Да ты что толкаешься, блядь? Фиткерн, блядь. Мы тебя не для этого берем. Короче. Зайбал. Так, Брэдок живой. Кто захрипел, блядь? Ладно, похуй. Опять теперь проходить. Короче, у меня будет... Много дел в следующей серии. А это ты хрипишь? Я понял. Секло несчастное. Когда-то я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся с самого, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Ну, самый вонючий сейчас ты, Брэдок. Ты в говне. Поэтому у тебя не спрашивают. Что ж, 45 минут серии прошло. Мы собрали всех наших соратников, как я понял, из списка. Думаю, на этом серию можно закончить. Как раз прошло уже, как я уже сказал, 45 минут. Поэтому мы заканчиваем. Продолжен, тогда следующий серий... Уёбок. Продолжен, тогда следующий серий... К следующей серии я убью этого мудака и всю его шайку. Соберу все страницы Альманаха. Открою все точки этого, блядь, обзорной точки. И начнем мы, скорее всего, следующую серию с вот этой вот доставочки. Вот. А на этом все. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, смотрите дальше. Комментируйте, смотрите другие плейлисты. Жамкайте на колокольчик под видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok